Всем привет! Сегодня 15 сентября 23 года. Мы вышли с вами на грибную разведку. Хотим пособирать мухоморы красные для настойки мухоморовки. Искать будем молоденькие, свеженькие мухоморчики. Вот наподобие таких шариков. Тут небольшая аллейка из этих грибочков. Мы вышли с бабушкой посмотреть. О, какие семьи! Самое то! Но раскрытые шляпочки мы не будем брать. Оставайтесь сегодня с нами, подписывайтесь на канал, ставьте свои комментарии, лайки. Сегодня соберем с вами мухоморы. Придем домой и я покажу, как я заготавливаю мухоморовку. Настой из мухомора красного. Этот гриб ядовитый, но ценный, лечебный. Вот такие самые молоденькие, самые свежие. Самое то будут в настойку. Берем и смотрим дальше. Вот они, малыши. Они, кстати, я смотрю, довольно-таки часто червивые или съедены слезняками. А многие утверждают, что ядовитый гриб не едят насекомые. Еще как едят, да с большим удовольствием. Вот еще два молоденьких красавчика. Если чистенькие, то вы идете в ведерко. Ну, красивенькие. Ну, я думаю, что эти будут чистенькие. Неудобно снимать одной рукой. Да подожди, дай мне собрать. Чистенький. Но в настойку мы будем использовать чистые шляпки. Чистенький. Берем. А знаете, еще что интересно? Один из ведущих микологов нашей страны, Михаил Вишневский, собирал красные мухоморы, отваривал и жарил. Хоть и издревле считалось, что красный мухомор – это один из царей леса ядовитого царства грибов. Но кто-то мифы такие развенчивает и говорит, что этот гриб вполне пригоден даже для употребления в пищу. Но никому советовать и рекомендовать такие эксперименты я не стану. Сама пробовать тоже не буду. Но вот настойку сделать мы сегодня сделаем. Я думаю, на сегодня красного мухомора нам хватит. Вот такое пятилитровое ведерко. Чуть больше половины. Я считаю, что для литровой баночки-настойки этого будет вполне достаточно. А сейчас мы с вами направляемся в сторону дома. И я вам покажу, как я сделаю настойку из красного мухомора. Называется мухоморовка. Спасибо за рецепт каналу Грибоведы. Вот мы уже дома. Грибочки перебрали, отсортировали и помыли. Хоть их мыть и не обязательно было, но они слишком были грязные. На шляпках налипких слишком много налипло листвы. Травки, земли. Поэтому мне пришлось их помыть. Сейчас на полотенце, на подоконник их аккуратненько выложить, чтобы они обсохли. Положили на подоконник полотенце, чтобы он впитывал лишнюю влагу, которая будет сходить с пластинок. Ножки мы убрали. Ножки нам не пригодятся. Выложили на солнышко буквально 15-20-30 минут. Грибочки сейчас лишняя влага высохнет, впитает в себя полотенце. И можно будет заниматься приготовлением настойки. А вот так посмотришь, вот кто на каких-то шляпках смылись чешуйки, подумаешь, лежат помидоры, либо какой-то фрукт. Мухоморы мы перебрали, убрали ножки, помыли от лишней грязи и песка, просушили, чтобы лишней влаги не было. Теперь приготовили еще банку литровую. Берем мухоморы. Можно ножом их резать, как вам удобно. Можно ломать. Вот ломаем на кусочки и закидываем сюда. Ножки сюда не надо. Чисто только шляпочки. Вот ломаем произвольными кусками. Сколько надо. Мухоморчики у нас все отборные, все молоденькие, чистенькие, не червивые. Вот ломаем, складываем в банку. Складываем плотно. Набиваем баночку плотно. Вот, чтобы они были плотненько лежали. Вот, набиваем целую банку и заливаем их любой водкой. Без разницы. Главное, чистая. Чистая без всяких примесей, без всяких добавок. 40-градусный. Заливаем мухоморчики. И убираем в холодильник на 30-40 дней, чтобы грибочки настоялись. Они дадут свой еще сок грибной, смешаются с водкой и получится хорошая настойка. Вы спросите, а для чего она вообще нужна? От ушибов, от растяжений. Вот повредили вы спину, надорвали или еще что. Можно это и намазать настойкой. Ноги болят, колени, суставы. У кого как. И получается, по истечению 30-40 дней, суток, вытаскиваем с холодильника, процеживаем через марлю в удобную вам емкость, где вы будете набирать на руку для растирания, в бутылку, в банку, как вам удобно. И не забудьте подписать. Мало ли, подпишите, что это настойка из красного мухомора. Сейчас я набью банку и вам покажу дальше. Так, мы берем с вами пластиковую крышку, чтобы она немножко размягчилась, чтобы закрыть баночку. Так, ну и берем любую водку 40-градусную и просто заливаем сверху грибочки до краев, чтобы грибы были полностью залиты водкой. На литровую баночку мухоморов получится практически целая бутылка. Ну, я так как забила, в принципе, грибами много банки, сейчас она еще немножечко утрамбуется, водка разойдется по грибам, по всем пустотам, и можно будет чуть-чуть подлить, чтобы грибы были полностью покрыты водкой. Вот, немножко уже разошлось, еще добавим. Сейчас оно полностью усядется. Крышка в кипяточке размягчилась. Вот если при надавливании, как раз-таки самое то жидкости. Вот, накрываем теперь, закрываем. Так, закрываем пластиковой крышкой. Вот, выпускаем лишний воздух. Все, потом она всосется. И убираем в холодильник. Продолжение следует...